Немецкий парламентарий от партии Зеленой Беати Вальтера Зенхаймер в интервью о Лумнии портала Сербайщан коснулась двух важных для безопасности всего Южного Кавказа тем представляющей угрозу для региона Армянской АЭС Смитсомер, а также Нагорно-Карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном, остающегося самым взрывоопасным в регионе. Депутат напомнила, что ее партия вышла из антиатомного движения и осталась верна своим принципам. Мы остаемся противниками использования атомной энергии и сопряженных с ним непредсказуемых рисков. Что касается Германии, то мы достигли своей политической цели, и уже запланировано отключение всех атомных электростанций. Министры от нашей партии в немецких землях занимаются вопросами выработки полезных предложений по захоронению ядерных отходов. В случае с Мициморской АЭС атомная электростанция представляет собой бомбу с часовым механизмом, поскольку она построена в тектонической критической зоне, а подозрения на радиоактивное излучение и есть даже безопасность и землетрясение. Мицимор должен быть отключен от сети ЕС уже давно критикует отсутствующие стандарты безопасности и даже предложил 100 миллионов евро для закрытия АЭС. За эти средства можно не только утилизировать электростанцию, но и построить альтернативные источники энергии, цитирует вестник Кавказа Вальтер Розенхаймер. Говоря о Нагорно-Карабахском конфликте, немецкий депутат заявила, что поддерживает работу Минской группы ОБСЕ. Только мирными средствами и международным посредничеством этот конфликт может быть разрешен навсегда. Регион Нагорного Карабаха стал одним из наиболее милитаризованных в мире. Наблюдаемое на протяжении многих лет усиленное перевооружение обеих сторон вызывает глубокую тревогу. Международное сообщество должно уделять больше внимания региону и оказывать большее давление на обе стороны, чтобы они вели серьезные переговоры. Мадридские принципы остаются центральными в выработке долгосрочного мирного решения. Это должно учитывать требования Азербайджана на территориальную целостность, а также право на самоопределение людей в Нагорном Карабахе. Мы также выступаем за более активную поддержку организаций гражданского общества, занимающихся примирением в обеих странах, чтобы начать процесс примирения, заявила депутат. Отметим, что принципы территориальной целостности и права народов на самоопределение не являются противоречащими друг другу, а главенствующим принципом считается принцип территориальной целостности. Так, в Хельсинском заключительном акте 1975 года отмечается, что государства-участники будут уважать равноправие права народов распоряжаться своей судьбой, действуя постоянно в соответствии с целями и принципами Устава ООН и соответствующими нормами международного права, включая те, которые относятся к территориальной целостности государств.